Ну че, народ, мы с вами в Чикаго, и вот такая замечательная погода сегодня здесь. Мне сегодня предстоит ехать целый день до Нью-Йорка. Вышло солнышко, милость Господа обновилась надо мной за истой, слава. Чикаго меня встречает с солнышком и красивым небом, и я хочу этим поделиться с вами. Проедемся, да? Я люблю ездить по такой погодке, когда вот солнышко, трелес, ты ездишь просто с улыбкой на лице. Продолжение следует... Чикаго город ветров, но сегодня не ветрено, замечательно. Могода-супер. Пойдем. Пойдем. Платная дорога. Пойдем. 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 Продолжение следует... Для новых подписчиков немножко расскажу о Чикаго. Это очень старый город. Как сказать, древний город, да? Поэтому здесь много есть интересных зданий. Конечно, много новых зданий. Продолжение следует... Красивый центр города у них. Очень даже красивый. Мы так, объезжаем Чикаго немножко. Это не полностью... Как сказать... Не захватываем полностью город. Так, проездок. Так, проездок. Так... Продолжение следует... Продолжение следует... Даже пару лет назад здесь было очень большое скопчение машин, но в связи с тем, что они начали интенсивно расширять дороги, добавлять какие-то дороги, стало намного свободнее. Не так вот... Нету такой большой смущенки. Так было когда-то. Это стало заметно. Намного лучше стало ездить по кресле Сан-Чикаго и по трассам. Продолжение следует... И вот относительно от Висканстана, где мы были недавно, вот там часик-два назад, здесь температура намного теплее. То есть регион вот этот уже теплее стал. Даже здесь вот где-то 5, плюс 5 по Цельсию уже. Наверное, к вечеру будет даже теплее после обеда. Чувствуется весна в городе, да? Я, кстати, друзья, пользуюсь случаем, хочу передать привет всем, кто меня смотрит, кто болеет за меня, переживает. Ну, именно за то, не то, что за меня. У меня все хорошо. Чтобы вы понимали, у меня сейчас боль сердца за мою Украину. А в моей жизни лично все хорошо. Я живу в замечательной стране. Я просто переживаю за своих соотечественников, естественно. И боль моя за Украину. Я благодарна, во-первых, Тане Аксенову с Израиля. Танечка, мы дружим, не так часто общаемся, но вот это тяжелое время для меня, вот это переживание. И ты поддержала меня морально. Вот друзья мои являются в беде, да? И я всегда говорю, это иногда просто сказать какие-то теплые слова. Лена Тайферс, Германия. Спасибо огромное. Опять-таки, эти люди, мы просто вот как дружим, да, в интернете. Мы не общаемся каждый день, чтобы вы понимали. Но мы всегда вот рядом, когда вот какое-то что-то случается. Была проблема в Израиле, когда я Тане звонила, тоже ее поддержала. Потому что, ну вот в этом и является дружба человеческая, простая дружба, да? Лена Тайферс, спасибо. Да многие люди меня поддерживали в такое время тяжелое. Писали даже на канале, кто не имеет моих личных контактов, да, поддерживали меня. Спасибо вам. И это правильно, и по-человечески правильно, да, по-дружески. Вот ведь дружба в этом и заключается. Не прятаться в муше, когда тебе, ну, не хочется, как сказать, где-то там вот что-то сказать, чтобы вот не выглядеть плохо, да, чтобы на тебя там не обрушились какие-то чужие мнения там и все, да. Такие друзья, они, походу, не друзья, если они так себя ведут, когда только хорошо они с тобой, а когда плохо, они пустые. Поэтому я всем вот благодарна, и особенно вот этим людям, которые реально проявляют такую человечность и дружбу, да, в плане поддержки. Я по жизни очень ценю дружбу и не на словах. Я ценю это на деле и также уважаю людей, которые также поступают. Ну, это просто мое такое высказывание. Я ни в коем случае не хочу и не пытаюсь опять-таки что-то там придумывать, какие-то там разборки и все остальное. Чисто мое мнение, я высказываюсь, имея на это право адекватно, быстро, совершенно сказать, да. Так что, друзья, всем привет, огромный из USA. И спасибо, что вы со мной и поддерживаете меня. Мой телефон не хочет держаться на платформе. Да, друзья, я знаю, что я обещал вам уже давным-давно сделать взорстрак, а я это сделаю обязательно. По возможности надо просто выбрать хорошую погоду, чтобы и на улице походиться, показать, да, поднять комфорт там и все, да. И, естественно, показать внутри тоже, чтобы было светло и классно видно все было, да. Поэтому обязательно это сделаю и не забыла за свое обещание. Спасибо еще раз, что вы проехали чуть-чуть со мной в Чикаго. Чикаго огромный город, мы еще долго будем ехать, но я не хочу записывать длинные ролики. Не прощаюсь, я к вам вернусь. Всем добра и мира. Украина я с вами.